Здравствуйте, уважаемые зрители моего главного канала в YouTube. И сейчас в видео уже знакомые для многих моих зрителей рубрики про долголетие долгожителей. За последнее время, после долгого перерыва, на эту тему я выпустил как минимум 4 видео. Вот они. Ссылку на плейлист, где все эти видео и старые, и новые мои про долгожителей, я оставлю вам под этим видео. А сегодня видео вот о чем. Оно будет интересно, во-первых, тем людям, кто просто изучает этот вопрос, кому интересно послушать истории и статистику, официальную информацию, которую сейчас планомерно замалчивают. Не то, что скрывают, но просто замалчивают. Это видео будет интересно для тех, кто хочет узнать правду, что люди-то жили на самом деле долго. И много таких людей было. Но есть и те, для кого тоже это мое видео. Это те люди, которые огульно, постоянно, под каждым видео, пишут подобное вроде вот таких фраз. Все это ерунда, не жили так долго. Нет доказательств в книге, любимой имя американской рекордов Гиннесса мировой. Этого нет, значит, это ложь. Они приписывали себе годы, чтобы там или пенсию раньше времени получать, или еще что-то. В общем, все это ложь. Вот такие нигилисты есть. А на самом деле это люди говорят потому что... Но, впрочем, почему они это говорят, я в каждом видео объясняю. И в конце этого видео тоже дам на это ответ. А сегодня будут доказательства того, что люди действительно долго так живут. И ответ тем умникам, которые вот кричат, что все это ложь, потому что повторяют друг за другом заученные ими фразы, которые их успокаивают, им так легче жить становится. Ну, в понимании того, что они столько не проживут и ведут понятно какой образ жизни, что он их сведет в могилу там максимум лет 60-70, а то, может быть, даже и в 50-е раньше. И потому они так успокаиваются. Так вот, для них я приведу доказательства того, как с точки зрения науки, логики, дедукции, исследований, и какие эти исследования были, где и когда, так вот я вам докажу, что порой возраст, который заявляли сами долгожители в прошлом, меньше, чем их реальный возраст. А вот как это было доказано, абсолютно точно аргументировано, вы сейчас скоро и увидите. Ну что, заинтриговал? Поэтому, дорогие товарищи, это видео очень важное. Я приведу отрывки из очень редкой ценной книги одного автора, который является в мире номер один исследователем, который именно что системно и научно подошел к этому вопросу и доказал, исследовав более 10 тысяч долгожителей и сверхдолгожителей в 40-е и 50-е годы. Поэтому прошу вас пересылать потом ссылку на это видео всем вот таким умникам, кого вы знаете. Тем людям, кому это может быть интересно, поделитесь им с другими людьми. Ну и, конечно, жду ваши отзывы, но только тогда, когда вы посмотрите это видео целиком. Итак, поехали! Итак, сейчас я буду доказывать абсолютно неопровержимо тем умникам, которые любят под каждое видео моё долгожители, да и вообще под любое видео, кричать о том, что это всё приписки, паспортов не было, в паспортов нам приписали, чтобы стаж в колхозе не работать там, ну, в общем, всю вот эту чушь. Да, такое было, но почему это чушь? Потому что эти умники огульно всё чернят. Перед тем, как я буду зачитывать доказательства, я хочу вас познакомить с автором уникальной книги, можно сказать, единственной в своём роде. Шофира Иосиф Борисович, бывший сотрудник Института биологии Академии наук СССР. Он увлёкся геронтологией, переписывался с органами САБЕСа, составлял картотеки столетних и более людей. Когда он собрал колоссальные материалы по Абхазии, в 1956 году была издана книга «Долголетние люди Абхазии». Но в дальнейшем он продолжил переписку с председателями колхозов, работниками горосполкомов, не только пополнив свою уникальную картотеку новыми адресами, но и ездил лично по этим адресам, опрашивал соседей, всех родственников, проводил серьёзнейшие расследования, научную работу. Так вот, за несколько лет Иосиф Борисович провёл колоссальную работу. Он подробнейшим образом опросил несколько тысяч долгожителей и несколько сот из них сфотографировал. Шафира стал единственным специалистом по долгожителям в мире, на самом деле, такого масштаба единственным. Его приглашали в качестве докладчика в научные учреждения и поручали возглавить научные экспедиции, которых до 60-х годов, начиная с 20-х, у нас в стране, в СССР, проводилось много. На основании этих работ многие учёные проводили дальнейшие исследования. А теперь из его книги, из его трудов, я зачитаю вам самое важное доказательство того, что эти говоруны, которые радуются, что якобы не было таких долгожителей, всё это приписки и так далее. Кстати, почему они радуются, я в каждом видео своём говорю о долгожителях, наверное, это и так понятно, однако в конце видео этого я ещё раз об этом скажу. Прошу минуту вашего внимания для моего объявления. Надеюсь, мы будем с вами, со всеми честными и порядочными людьми, солидарны в борьбе с мошенничеством, подлостью, цинизмом, предательством, воровством, ложью. Я прошу вас посмотреть вот это видео. Ссылку на него я оставлю прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Это видео про одного мошенника из Дагестана, из Кизелюрта, который зажал мои деньги, которые я проплатил ему 3 марта этого года, на две мельницы. Он производитель мельниц с каменными жерновами. По нашему официальному заключённому с ним договору, до 15 апреля, то есть за 40 дней, он должен был сделать их, привезти ко мне, в Псковскую область смонтировать, для производства муки из моего биозерна. Но прошло уже на 3,5 месяца больше, он постоянно врёт, цинично пишет, что завтра-завтра, то машина уже собрана, завтра отправляется, то выезжаем, то грузимся, то молчит, неделями пропадает. Считает, что это нормально. Он считает, что своё слово можно не держать. Для него это норма жизни. Потому, дорогие друзья, этого мошенника надо знать в лицо. Правда должна торжествовать. Помогите и вы свершиться этой справедливости. Распространите это моё видео, ссылку, на которое я оставил под этим видео, всем, кого вы знаете. Попросите их опубликовать это максимально везде. В соцсетях, блогах, везде. Отправлять своим знакомым. Важно предупредить всех людей, чтобы с этим мошенником и подлецом никто не имел никаких дел. Никогда у него ничего не заказывал. Нужно прославить этого гада перед всей страной. Особенно перед народом Дагестана, который он позорит. Жду от вас содействия в этом вопросе. И обязательно это видео сами посмотрите полностью. Это очень важно и поучительно. Вначале маленький, но очень важный акцент автора о том, как действительно занимались приписками и почему, например, в Англии. Ну, все вы слышали о супердолгожителях Англии. Ну, многие, кто этим вопросом, по крайней мере, увлекаются, потому что тысячи форумов передрали эту информацию изначальную. А вот что об этом пишет Шофира, доказывая, что это не так на основании английских же исследований. И какая разница между этими ложными сведениями, не пойми взявшимися откуда, и нашими точно проверенными. В чем тут разница, где тут логика и научные доказательства. А вот теперь слушайте. Итак, точное определение возраста долгожителей. В специальной литературе описано немало случаев необыкновенного долголетия. Особенно много рассказывают об англичанах. Но это англичане любят распространять об этом слухи. Если верить этим рассказам, то англичане могут прожить чуть ли не 200 лет и даже больше. Описан некий Фома Керн, умерший будто бы в возрасте 207 лет и переживших 12 английских королей. Священник Кентигерн из Глазга жил будто бы 185 лет. Описывает некого Дженикса из Йоркшира, который неоднократно являлся в суд и под присягой давал показания событий, происходящих за 140 лет до того. Во время одного такого показания он умер в суде якобы в возрасте 169 лет. Рассказывает о знаменитом Томасе Парик, который жил 152 года, 120 лет вторично женился на вдове, с которым прожил 12 лет. И по словам современников, был так бодр, что она не замечала его старости. В списке английских долгожителей призначится еще некий Эсингам, умерший в возрасте 144 лет, почтовый служащий Тейлор, умерший в 134 года, крестьяне Вильне и Доналта, которые прожили по 120 лет, ну и так далее, и так далее. Так вот, многие из жизни описанных стариков звучат анекдотично. И возраст их по меньшей мере преувеличен. И действительно, все эти рассказы о необыкновенном долголетии англичан были опровергнуты самой английской наукой. Английский ученый Гэмфри решил проверить все факты долголетия, описанные вот в этой английской литературе, все эти случаи, без исключения. Он проанализировал жизнь большинства долголетних людей по их семейным биографиям и документам, но не нашел ни одного англичанина, который прожил бы более 110 лет. Такие случаи были в других странах. Много преувеличенных событий можно найти о необыкновенном долголетии в Австралии, Швеции, Франции, Ирландии. Потому наука очень осторожно относится к сообщениям о возрасте глубоких стариков. Не принимает их на веру в каждом отдельном случае, проверяет, старается выяснить возраст самого старого человека, возможно, более точно. Как происходит определение возраста наших стариков? Определить возраст самых старых людей оказалось лучше всего по их семейной биографии, историческим событиям, свидетелями которых они были. Свою ремарку здесь вставлю. Паспорта это все ерунда. Значит, вот здесь еще раз повторю то, что я в каждом последнем своем видео о долгожителях говорил. Итак, мое видео о Махмуде Эйвазове. Посмотрите, который прожил доподлинно, ясно, до дня. Я подчеркиваю. Вот тут ясно. Не до года или там плюс-минус два года, а до дня. И даже минуты. Вот если вы хотите абсолютно получить доказательства и понять, почему и как же, вот еще усугублю эту тему, то есть то, что я сейчас дальше буду пояснять, приводить конкретные случаи, примеры, как определялся возраст того или иного долгожителя, которые даже преуменьшали, ну, свой возраст, не преувеличивали, а преуменьшали. Оказывается, они жили дольше. Ну, так вот, а про Махмуда Эйвазова можно сказать, что его возраст, что он прожил 152 года, известный по всем точным датам, известно более точно, чем то, сколько вы живете, когда вы родились, и сколько жили ваши дедушки и бабушки. Поэтому, под видео я оставлю все ссылки, во-первых, на плейлист по долгожителям в целом, а вторую очередь на видео про Махмуда Эйвазова конкретно. Так вот, определить возраст старых людей оказалось лучше всего по их семейной биографии, историческим событиям, свидетелями которых они были. Поехали. Старушка Матуа Сима Чичинова на вопрос, а сколько вам лет, ответила. Кто его знает? Люди говорят 105. Сама она точно не знает, документов о возрасте не имеется. Вот как раз, слушайте, умники вот эти, кто про документы любит о возрасте, ее спросили тогда, а сколько же вам лет было, когда вы замуж вышли? Это она помнит хорошо. 18. Дети сразу пошли? Через 2 года. Сколько у вас было детей? 12 человек. Сколько лет старшему? Умер. Второму? Умер. Третьему? Тоже умер. А четвертому? Четвертый оказался жив. Вот он здесь, ему 74. Ошибки в его возрасте быть не может. У него есть документы рождения, да и все родственники, соседи точно знают. У него есть дети, внуки, все грамотные, все точно знают, сколько кому лет. Исходя из возраста его четвертого сына, легко удалось установить возраст ее самой. 74 плюс 18, возраст, в котором она вышла замуж. Да, сын этот у нее четвертый, родился он через 10 лет после замужества, значит старушке Матуасиме Чечиновой 102-103 года. То есть вы поняли, да, товарищи зрители, как это все определяется? Методом дедукции это все определяется, опроса, логики простой, расследованиями, как это определяется, элементарно это определяется. Дальше, другой пример. Дбар Шамся Мусовна родилась в селе Мугудзирхва, сейчас живет в селе Блабурхва, Гадаузского района, числится в возрасте 94 лет. Вот слушайте, дети утверждают, что ей 110 лет, а возможно и больше. Это вот тем говорунам, которые, мол, все приписывали, дети приписывали, что пенсию там раньше получать, еще какую-то херню несут. Дальше. А вы вообще знаете, такие умники, что такое честь и совесть? Вы считаете, что все такие вподонки и мерзавцы, как вы, которые могут врать и обманывать государство в том числе? Соседи. Ведь люди-то знают соседи, вы об этом подумали, что рядом в селе друг друга все знают? Вы думаете, это норма, подлость человеческая? Это для вас может быть так? Нет. Так вот, слушайте, исследовали ее семейную биографию. Оказалось, она вышла замуж в возрасте 20 лет. Через 5 лет муж привез ее Блабурхво. Помнит, что не хотела ехать, ибо была накануне родов первого ребенка. Сына. Он сейчас жив, ему 81 год. Так установили, что старушке Дбар Шамсе не 94, а 106 лет. Ясно, умники? Это я от себя. Как это определяется? Как я и говорил во всех своих видео. Есть методы, определяющие возраст долгожителя. Точнее, любых паспортов. Написать-то можно что угодно, а вот людей не обманешь. Далее. В селе Маджарка Гульрибского района живет старик Янукян Минас Арутюнович. Говорят, что ему 114 лет. Документов нет, как вы любите. Нет документов. Выяснили его семейную биографию. Женился он в 1863 году. И через год у него родилась дочка Варвара, которой сейчас 90 лет. Она жива. Верите вы, что в 90 лет человек может быть жив? Я думаю, да. В 1869 году родилась другая дочь Зунак, которой сейчас 85 лет. Живет в Цибельде того же района. А в 1895 году родился сын Акоп, которому сейчас 60 лет. живет здесь. Есть документы рождения. Всех детей у старика было 10. Живы четверо. Возраст всех подтвержден. Потомков у старика с внуками, правнуками, праправнуками 104 человека. Их возраст соответствует показаниям их родителей, дедов и бабок. Это, представляете, какие расследования провел человек. Вот просто молодчин. Единственный в мире, я подчеркиваю, такой действительно дотошный такой специалист. Кстати, вот я недавно узнал про эту книгу, про этого исследователя, и я вот когда думал, как же этим мерзавцам доказать вот то, что реально так жили, чтобы эти люди все-таки людям на слово верили. Так вот, я бы действовал точно такими же методами. Дедуктивный метод, просто милицейский метод. Проверок сопоставлений, перекрестного, как говорится, опроса и так далее. Так, установлено, что старик Янукян родился в 1840 году, ему действительно 114 лет. Ясно вам? Бывают случаи, когда очень старые люди, у которых обычно нет документов о годе рождения, и которые сами не помнят точную дату рождения, указывают округленные даты. Им записывают возраст 90, 95, 100, 105 лет и так далее. Бывает, что по различным соображениям старые люди не хотят указывать своего возраста. Есть глубокие старики, которые по разным соображениям дают заведомо неправильные сведения о своем возрасте. Во время первого обследования абхазских долгожителей в 1938 году один старик 108 лет заявил, что ему только 95. и даже сердился, когда стали выяснять его действительный возраст, когда было доказано, что ему не может быть 95 лет, ибо его старшей дочери 81 год. Он вынужден был признать, что ему действительно 108 лет, но сказал, что не хотел бы, чтобы об этом все знали, ибо он собирается жениться. Это вот вам из жизни, не из фантастических книжек, а вот как есть. Бывают случаи ради справедливости, надо сказать, когда наоборот преувеличивают возраст старика, но это делают не сами старики, а окружающие. Живет в селе человек в возрасте около 90-100 лет, и люди, не зная его точного возраста, при составлении каких-либо документов о населении записывают его возраст округлен на 100 лет. Практического значения это преувеличение не имеет, но при определении возраста старика во время обследования создает путаницу. Поняли? Ну, восстановить точно, это возможно. И вот человек это сделал. На тысячах людей. Определение возраста по семейной биографии возможно во всех случаях. Оно не представляет собой ничего сложного, за исключением тех редких случаев, когда старики одинокие, живут одни, и никто не может помочь исследователю разобраться в семейной биографии долгожителей. Следует отметить, что прекрасная память стариков, особенно на прошлое, позволяет пользоваться способом определения возраста по историческим событиям, как очень точным и надежным. Вот характерный случай. Внимание, товарищи, слушайте, это предельно интересно. Жил в селе Леселидзе старик Пармёнов Иван Андросович. Русский, не все долгожители кавказские народы, нет. В России в разных местах есть центры сверхдолгожителей, тоже жили и 140 и больше лет. Так вот, было ему 113 лет, документов о возрасте не было. Почему вы считаете, что вам точно 113 лет, спрашивают его? Как это можно проверить? И он рассказал нам помещику, которого я был крепостным, меня приятелю своему в карты проиграл, тот привез меня к себе в имение и в день свадьбы своей дочери подарил меня ей в качестве лакея. Стал я у молодой барыни лакеем. Ей тогда было 20 лет и мне было 20 лет. Хорошо это помню. Вскоре молодая барыня с мужем уехала за границу, меня с собой взяла. Через два года у них родился сын. Когда ему исполнилось 18, его решили отправить в Петербург учиться в пажеский корпус. Значит, мы за границей прожили 20 лет, а когда оттуда уезжали, мне было 40. Барыне тоже было 40, я это точно помню, потому что она перед отъездом бал устроила в честь дня рождения. Не моего, а своего, конечно. А в Петербург мы вернулись в тот самый день, когда убили царя Александра II. В каком году это было? Считайте. Ну, считайте сами, мол. Старик считал правильно. Царь Александр II был убит 1 марта 81 года, 73 года назад. А Парменову в то время было 40 лет. Значит, в 1954 году ему было действительно 113 лет. Ну что, ясно вам? Во всех случаях способов определения возраста стариков по семейной биографии историческим событиям, иногда в комбинации друг с другом и с документальными данными, а иногда и с показаниями ближайших пожилых соседей, давали возможность проверить и точно определить возраст большинства долголетних людей Абхазии. А так как в обследованиях стариков принимали участие местные врачи, на территории которой живут долголетние люди, а во многих случаях и работники сельсоветов, правлений колхозов, учителя, помогавшие собирать все данные о долгожителях, то трудно себе представить, чтобы в определении возраста обследованных стариков были серьезные ошибки. Есть все основания считать приведенные материалы обследования возраста долголетних людей вполне достоверными. Ну что ж, дорогие товарищи, этого вполне достаточно, чтобы любой разумный, вменяемый человек понял, почему действительно были такие люди, которые жили и 110, и 120, и более лет. Вот я вам говорю, посмотрите мое видео про Махмута Ивазова, который прожил 152 года, и это доподлинно известно еще в большей степени точно, чем то, что сейчас вы услышали. Почему? Посмотрите это видео и поймете. И хватит уже нести чушь. Я прошу, дорогие друзья, нервов не хватает. Осаждайте, угомоняйте вот этих умников, которые вякают про то, что раньше были приписки, паспорта и начинают нести эту бильбирду, повторяющие за другими предшественниками, их умниками тоже. А для чего они все это делают? А для того, что они прекрасно понимают, что они не проживут и часть этой жизни, что они проживут мало, потому что они пьют, курят, потому что жрут все подряд, потому что хотят брать от жизни все, как приучили за последние 30 лет многих. Потому что хотят, как страусы, грубо говоря, голову в песок зарыть. Потому что боятся задумываться, потому что хотят плыть по течению, хотят в удовольствие и наслаждение свою жизнь прокутить. Вот почему. Потому так и успокаивают себя. Мол, на роду написано и дальше, так сказать, неважный. Ни от чего ничего не зависит. Сколько проживешь, столько проживешь. Так глупые люди, недостойные звания разумного человека, себя дешево успокаивают и обманывают себя и других вокруг себя. Таких людей полно и среди научных работников. Потому и начали с 60-х годов, ну, скорее, с 70-х в большей степени. Всю эту тему, все эти уникальные факты о гигантском количестве сверхдолгожителей, которые были точно зафиксированы в СССР в 30-е, 40-е, 50-е годы, все это стали огульно высмеивать, создавать пошлые анекдотики. Дедушка пил, курил, там бегал или еще что-то наподобие. А я напомню, что, во-первых, в 1938 году была поставлена точка научным советом Академии наук СССР, что считать не долгожителями даже, а стариками тех, кому более 100 лет. Если тебе до 100 лет, ты даже не старик. Не то, что не долгожитель, ты не старик. Только со 100 лет считать стариком человека. И то, есть два вида старости. Естественная и неестественная. Были перечислены и определены факторы, которые приводят к быстрому угасанию. Сроки нормальной человеческой жизни, которую определили в 150 лет. Как говорил и академик и Павлов, и Углов, что это норма. Только в 50-х годах было подтверждено, что более 30 тысяч человек живет тогда, жило в СССР, с возрастом более 100 лет. И около 1000 человек с возрастом от 120 до 180 лет. Об этом, в том числе, у меня было два прошлых видео, вот эти, посмотрите их тоже, дадим ссылки под видео. Хотя, впрочем, зачем? Есть у меня плейлист на моем YouTube-канале, вот на этом, где вы сейчас, который называется Долголетие, долгожитель. Ссылку на него я оставлю, про Махмуда и Вазова отдельно оставлю. Остальное дело техники. Итак, договорились? Помогите мне, помогите в здравому смыслу, помогите справедливость, осаждайте тех умников, которые начинают выпендриваться о причинах долгой жизни. У меня тоже в этих видео, если вы их все посмотрите, все есть, и вы поймете. Все эти причины поймете. Но для этого надо посмотреть все мои видео по долголетию долгожителям. Они очень интересные, смотрятся на раз. Пересылайте это мое видео и другие своим друзьям, знакомым, делитесь с ними. Советуйте им посмотреть, это же важная информация. И поверьте, что все причины долгой жизни, они не только генетические. Это ошибка, это та же ложь и самоуспокоение. 90% это образ жизни, это питание и другие совершенно объективные факторы. И только 10% генетика, не более того. Напишите, интересно ли вам истории сверхдолгожителей, доподлинно известные, то есть факты, о необычайной старости, о сверхдолгожителях у меня еще накоплен материал. Я могу делать такие же видео, вот как про Махмуда и Вазовой, Ширали Муслимова, Мансора Киута из Абхазии и других. Делать? Напишите под этим видео, не поленитесь, что вам интересно, если интересно, конечно. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео на почту и не пропустить их. Ну а на этом все, крепкого вам здоровья, всем хорошим, честным, порядочным людям и до новых видео. До свидания.